ребята всем привет скучали по нам по вам тоже скучали целых два дня мы снимали и сейчас я думаю что вы уже знаете по названию видео и потому как я как я одета в шапку мы едем в снег у меня машине еще лежит дубленка потому что сейчас вот именно в лас-вегасе у нас не так уж и холодно но туда куда мы едем там будет где-то 0 может быть минус 1 вот прохладненько снежок лежит и будет очень мне кажется классно потому что мы вообще будем кататься на горке я надеюсь я очень на это надеюсь мы уже в машине всем привет и поехали пауза все все ассан 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 ребята где снег просто я в шоке вроде всю неделю здесь шел снег на его нет где мы будем кататься ну что мы нашли единственную горку со снегом вот она и просто она сразу идет на дорогу но я думаю что ничего страшного не будет здесь и машин в принципе нету а в том году мы катались вот на той стороне там было много снега вообще вся поляна в снегу в этом году как-то не снежно совсем но зато у нас очень крутая ледянка я не знаю даже как это назвать кто давно смотрит наши блоги кто помнит рудольфа нашего единорога мы сейчас его надуем и будем на нем кататься процесс идет ты будешь же надувать его всего офигеть надеюсь у нас получится на нем скатиться он несколько раз он не сдуется потому что система ниппель а я тут заклеила на уже отклеилась вот главное здесь дырка было это так на всякий случай сейчас рудольф прокатит катку я сдувает давай тащи любишь кататься любви саночки возить ты такой витрин атики оси не может собраться я помог тяки ну конечно я тебя короче здесь ловлю потому что я чувствую ты разгонишься и на дорогу вылетишь если чё спрыгивай о боже мне страшно конечно думаешь здесь становится ну хотя да и поломается да я теперь хочу тоже блин блин но прикольно на нем он вообще скользит так нормально да ой боже не так не надо реально очень страшно давай вдвоем нет я не знаю как свыкнуть с него если чё блин вот он видишь остановился ну да выехали тогда не тормози а самовер ой он уже под сдулся немножко после нас двоих то конечно он остановился сам да он короче тормозит то можно не бояться хорошо давай я да нифига катя сама вверху поедет да не бойся он видишь он даже не проехал и метр да но он смотри он очень чуть-чуть проехал только он и она уже посижу на полу давай подкачаем его мне кажется он не смог плаваться ну-ка а ну конечно вот смотри дырение а как мы теперь будем на нем плавать никак в смысле все тачки проезжают и смотрят на нас как на идиота просто они нам завидуют ну понятное дело у нас то есть Рудольф Рудольф да что поедешь еще раз поехали вдвоем вдвоем на вот этом тоже на голове но на нем все равно еще можно катиться он же типа тут нету ни кочек ничего не отобьешь как ты реально сумасшедшая а че ты тормозишь то я на попе еду так ездить на попе ты что он делает я хочу на хвостину бедный Рудольф о-о-о-о о-о-о толкнуть я нет, нормально ну-ка визи меня о-о-о все можно голову оторвать и на ней ехать он еще он еще от мороза ну как то так да застыл вы не переживайте он уже был покалеченный с дыхкой которую мы заклеивали на сто раз а вот это то еще можно спокойно использовать но потом клетку что-нибудь новенькое купим это надо чтобы не улетело увезти потом выкинуть что-то не едешь не ехали блин я упала асфальт на снег ой 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 подними меня пожалуйста голова еще живая понравилось тебе? спасибо вот такие вот развлечения в Лас-Вегасе я тебе говорил зря это всадник без головы понимаешь бедный Рудальф ну вот на этой штуке еще можно даже в бассейне плавать спокойно нифига ты мутишь донатсы пончики наворачиваешь ой немножко покатались на самом деле ожидали что здесь будет больше снега но ничего страшного и сейчас едем немного в другое место хотим там пофотографироваться конечно же как же без фоток мы приехали на смотровую площадку и просто боимся выйти из машины потому что там какой-то дикий ветер просто послушайте какой там ветер офигеть в поисках локаций ходим тут по камням жесть тут такое ураганище начался просто ветер 100 миллиардов тысяч миль в секунду и такое холодное такое ощущение что на улице минус 40 наверное да прям я руку высунул на улицу и все она замерзла я тоже засек прям замерзли как и мне отсюда слезть то я залился на камень и не могу отсюда слезть может я не чувствую пользу серьезно а вот сама смотровая мы ее не показали здесь такой вот вид на пустыню ура 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 мы в машине у меня просто так замерзло лицо так замерзли руки потому что были без перчаток причем на улице как бы не холодно но ветер просто леденющий ну я думаю вы слышали какой он был сильный и он был просто не знаю ну очень ледяной давно такого ветра я не видела вот теперь мы едем в сторону дома наверное где-то покушаем потому что мы уже проголодались конечно вот такие вот фотки получились как бы ветер спасибо все волосы вообще в разные стороны как-то так смотрите в инстаграме что же я выложу у нас есть чаек в такой термоскружке сейчас будем греться слушать музыку и смотреть виды тут очень красиво когда едешь назад как прям такой марсианский пейзаж открывается что-то дикие лошади ходят да иногда лошадки сейчас будем смотреть короче да прям как будто мы на другой планете кажется всегда когда мы едем по этой дороге я это говорю покушать мы приехали в Outback Steakhouse вот такой вот кафе нам уже принесли воду и хлеб с маслом прикольная подача такая необычная мы кстати здесь первый раз такая обычная американская кафешка ничего особенного но здесь делают стейки я возьму себе курицу а Паша вот такой вот стейк да сейчас крик объемся хотите посмотреть меню как выглядит вот в начале конечно идут разные аппетайзеры салаты супчики вот такие вот стейки можно выбрать самому какой хочешь стейк ты вот такой да взял да силой и дальше выбираешь ну как хотите пожарить здесь разные гарниры картошку можно взять салаты и вот еще разные блюда которые можно выбрать я беру себе вот такую вот курочку это мне кажется тоже очень вкусно это эти ребрышки рыба всякие сэндвичи можно выбрать и тут вот еще есть меню для ланча мы как раз успели на ланч только будет то же самое только стоит дешевле и иногда пункции меньше и можно допустим какой-нибудь комбо сделать здесь кстати есть такой вот автомат не знаю как он называется можно заплатить карточкой не ждать официанта а еще можно поиграть в всякие игры но они платные вот стоит 1.99 можно также меню здесь посмотреть интересно она с картинками да смотри она с картинками вот это да но тут куда прикольнее когда картинки есть десерты у ля ля у ля ля вот а еще кстати приносят о нам уже принесли салатик но нам еще не принесли приборы а воду приносят всегда со льдом и причем это кстати еще немного льда она холодная и чаще всего они очень вкусные потому что ее наливают из-под крана скорее всего ну там такие фильтры стоят знаете какие-то дешевые но она с фильтром из-под крана вот и она бесплатная так что не жалуемся и наконец-то нам принесли еду у меня это вот брокколи и курочка выглядит аппетитно вообще покажи свое покажи вот так сюда два соуса ну кстати у тебя реально как-то он сильно поджаристый надеюсь вкусно картошка кстати вкусно выглядит всем приятного аппетита нам наконец-то принесли приборы я попробовала очень вкусно теперь Паша будет пробовать свой стейк вкусно? вообще неплохо тоже несмотря на то что он немножко такой поджаристый ну это сверху вот так он вкусно очень смотришь и родной да выглядит внутри классно прям вот как надо уже давно вернулись домой я сходила в ванну погрелась вообще с бомбочкой с пенкой так классно вот еще у меня тут наклеен патч на прыщик так что не обращайте внимание и хотела сказать огромнейшее спасибо всем кто что нас понял что мы взяли выходные что нас поддержали вы и на самом деле столько было приятных комментариев и я не знаю прям очень приятно прям огромнейшее всем спасибо что смотрите нас и что напишите разные приятности и я уже сижу монтирую влог сегодняшний потому что он сегодня и выйдет получается что у нас пока что не будет задержки потом наверное мы еще возьмем выходной может быть также через неделю ну только один может ну в общем я не знаю давайте не будем загадывать посмотрим и потому что нам на самом деле удобней когда у нас есть задержка в один день не надо видео монтировать вечером потому что ну допустим вот сегодня получилось так что мы все интересное сделали с утра и я пошла домой смонтировала влог а иногда так бывает что мы вечером идем куда-то и приходим там в один с вечера и уже нету как-то сил укладывать монтировать видео потому что пока смонтируют там примерно полтора-два часа пока она трендерится загрузится это еще часа полтора ну короче поэтому мы уже с вами будем прощаться будешь прощаться? да всем хорошего дня и пока-пока пока-пока ребят пока 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 не